Суббота и День музеев продолжается. Это у нас третья серия. Первая серия была про автомобильный музей, а это будет про музей железной дороги. Это место Сакраменто было родооснователем, началом железной дороги на западном побережье в Соединенных Штатах. И отсюда стартанула дорога в сторону восточного побережья. И где-то посредине континента две дороги встретились, потому что точно такие же строители строили дорогу с восточного побережья. И этот музей посвящен железной дороге штата Калифорния и вообще железным дорогам Америки. Погнали посмотрим! Начало экспозиции. Это у нас железнодорожный семафор. Идем вовнутрь. О, как круто сделано! Типа камни. Типа в камнях прорубают железную дорогу. Вау! Вы знаете, да? Калифорния это вообще горный штат. И здесь очень много туннелей. Для того, чтобы построить железную дорогу через все штаты, нужно было прорубить огромное количество туннелей. И вот эта экспозиция, это типа народ рубит дыры в горах. Калифорнийские дороги строили китайские рабочие. Китайская рабочая сила. Вот видите, здесь как раз экспозиция посвящена именно китайцам, которые строят в горах железные дороги. А это у нас мужик орет, говорит, что там происходит наверху на этом строении. Это знаете кто? Это Стэнфорд. Это именно тот чувак, который основал музей. О, музей. Круто, блин. Университет Стэнфорда в честь своего сына. И он был как раз тем чуваком, который владел железной дорогой. В Калифорнии и трансконтинентальной железной дорогой до восточного побережья. А мы с вами переходим в царство железнодорожных вагонов прошлой эпохи. Вот такие прикольные были деревянные вагончики. И помните все вестерны, когда на них нападают индейцы или бандиты? Это вот именно они и были, эти самые вагончики. А вот колесная пара. Кстати, вы знаете то, что в России железная дорога имеет определенный стандарт? Это именно американский стандарт 19 века. То есть потом здесь стандарт изменился. А в России, а потом и в СССР все осталось как и было. То есть вот этот российский стандарт железных дорог, это американский стандарт 19 века. Это вот более-менее отреставрированные. Типа сделанные, наверное, снова вагончики. А вот это у нас с вами настоящий вагон. Не отреставрированный, только вот ступеньки отреставрированы. И все. А так это старый настоящий вагон того времени. И тут вот видно, из чего он сделан, какая у него структура. Видите, у него такие палочки. Каркас. Собственно, как и все дома в Америке каркасные. А внутри и снаружи просто обиты досками. А дальше у нас настоящий тепловоз. Конечно, сверху накидали дров в бутафория. Но паровоз это самый настоящий паровоз. И чуваки там внутри. Макеты. Мулижи. Здесь какая-то лесенка. Я так понимаю, что можно забраться на паровоз. Слушайте, у меня такое впечатление, что это пули. Что это как будто бы обстрелянный вагон. А, нет, это не обстрелянный вагон. Это, короче, вот эти вот зверьё, дятлы. Делали дыры в вагонах. Вот он, видишь, сидит. Делает дыры в вагонах. А это у нас очередь попасть вовнутрь в кабину локомотива. Это паровоз у нас уже более современный. Но по-прежнему паровоз. То есть, вот это у нас паровоз 19 века. А это у нас паровоз 20 века. И сзади у него, как вы видите, вагон с топливом. Которая, видимо, автоматически поступала в котёл. Вот этого огромнейшего паровоза. А это у нас получается фигня под названием тоже паровоз. Но разрезанный. И здесь можно видеть полностью его агрегат внутри. Знаете, что это такое за машина? А это огромный снегоуборщик. Вот эти лопасти, они предназначены для того, чтобы засасывать сюда сугробы снега. Потому что горный район в Калифорнии, он вообще снежный. Ну, всё завалено снегом. Иногда по 4-5 метров. И вот эта штука предназначена для того, чтобы очищать пути. Высота у неё, ну, 4 метра точно. Так что это вот такой огромный снегоуборщик. Когда-нибудь видели такие? С ракурса видно эволюция поездов. Вот с левой стороны у нас поезд 18-го века. Точнее, 19-го века. А с этой стороны мы видим поезд, тепловоз 20-го века. А сейчас мы находимся внутри почтового вагона. Вагона, да. Вплоть до 1980-х годов почта сортировалась внутри почтовых вагонов. То есть она загружалась вот через эти ворота в мешках. Дальше она поступала сюда дальше. И здесь уже происходила сортировка. Эти бутафорские мешочки с почтой. А это у нас сортировочный цех. Каждый мешочек подписанный. Что куда идёт? Вот, допустим, сюда идёт Спокен, Вашингтон. Сюда идёт Портланд. Здесь тоже Плейсел, Маунт, Спокен. И так далее. Каждый отсек, каждый мешочек подписан. Музей построен по принципу въезда с улицы прямо. И вот эти все вагончики стоят на настоящих рельсах. И они приехали прямо с улицы. Мы сейчас прошли вот по тому почтовому вагону. И движемся дальше. Потому что похоже, что во все вот эти локомотивчики и вагончики можно заходить. Я вон вижу, народ там шароборится вон в тех вагонах. Сейчас пойдём посмотрим. Какой красивый паровозик. Понимаете, это реально не тепловоз, это паровоз. С угляркой. Мы подошли сейчас к спальному вагону. Сейчас пойдём посмотрим вовнутрь. Смотрите, какой прикол. Залезли сейчас вовнутрь, а вагон качается. И все звуки, как будто он едет. Первое место. Это у нас то место, где готовили еду. Для тех, кто едет. Смотрите, какие высокие потолки. Это получается на каютке на 4 пассажира. Сидячий вагон. Видите, всё шатается, качается. Так же дальше идут спальные вагоны. Спальные места у нас сверху. Спальные места тоже снизу. Прикольно. Широкие. Ну, короткие, 6 футов. Ну, это как раз вот для меня. Метр восемьдесят. Метр восемьдесят один. Ну, чуть-чуть надо было подогнуть ноги, но нормально. Но зато двухспальня и кровати. А это купе. Это купешечка со своим туалетиком. Прикольно. То есть супер первый класс. Мало что видно, конечно. Это спит. Прикольно они как сделали. Общий туалет. А где туалет? Это раковина. А где туалет? А туалет ходи в себя. Всё, выходим, идём дальше. А снаружи не качается? Качается снаружи тоже. А это ресторан. Теперь переходим в ресторан. Поспали. Идём в ресторан. Эй, чувак, приготовь нам самсу. Какие? Не хочет готовить самсу. Я хочу люля и самса. И давно не ел люлю. Зеркало. Прихорошится. Перед едой. О, готовит колбасочку. Ого. Это очень красиво. Круто. Это очень красиво. Ну что, мы сегодня будем заказывать или нет? Время уже обеда. Чикаго. Похоже, нас не хотят обслуживать. Все столы закрыты. Придётся идти в Макдональдс. Да, на улице у нас рассветлелось. Здесь дождь прекратился. Сейчас пойдём гулять. Но мы ещё прошли только одну треть этого огромного музея. Идём дальше. А вот интересный сюжет. Детишки выглянули в окно, а тут котяра. Такой мяу-мяу. Они говорят, иди сюда. Иди сюда, я тебе сказал. Это у нас сидячий вагон. Просто королевский с позолоченными ручками и с красными бархатными сиденьями. Невада. Знаете, Невада, да? В Неваде у нас Лас-Вегас. Там всё должно быть позолоченное и с красным атласным, и бархатом. Временем мы подошли к паровозику, который называется Импайр. Видите, какая у него дудка здоровенная. И он расписан по хохлому. Наверняка здесь приложили русские или славяне руку к росписи. И надо сказать, что все вот эти машины, они действующие здесь. Они не просто экспонаты, но они ещё и действуют. И есть особое время, когда можно прокатиться на паровозике вот с такими вагонами, как мы только что видели, вот с точно таким локомотивом. Мы прошли с вами весь первый этаж, и сейчас забираемся на третий этаж. А на третьем этаже игрушечные поезда. И в ходе мы видим крутую экспозицию. И здесь написано, что чувак родился в 2017 году, умер в 2006 году. Он был коллекционером. Эти коллекционеры вот этих игрушечных поездов, всевозможных игрушек. И похоже, здесь его представлена полная коллекция. Здесь будут представлены игрушки поездов всевозможных эпох и всевозможных направлений. И надо сказать, что большая часть из них это действующие игрушки, действующие поезда. Раньше у меня была немецкая железная дорога. Правда, она была маленькая, небольшое кольцо. Но электровоз и вагоны были прям как настоящие. А это типа магазин с игрушечными поездами. Я не удивлюсь, что здесь наверху будет магазин какой-нибудь. Но здесь оказывается не только поезда. Здесь еще, смотрите, лодки. А кто там сидит? Да сидит двое бабок. Машинки. Даже какая-то промышленная фигня. Конвейер. А тут даже дирижабль. Прикиньте. Дирижабль. Цепелин. Я не думаю, что он летал. Вот это интересно, конечно. Дальше мы с вами переходим к макету действующей железной дороги. Прикольные китайцы такие. Идем дальше. Вот там сверху еще. Смотрите, сколько здесь поездов. Вот еще один едет. А это у нас депо. Туннельчик. И тут, видимо, сделано так, что для пересечения там один останавливается, а потом идет, пока проедет другой. Это шлагбаумы. Товарняк. Даже машину везет какую-то. Огонь вообще. Там даже шар вверх летит. Ну что, идем дальше? Ну? Смотри, сколько раз, два, три уровня туннелей. Блестящий такой. Ну, вот здесь дальше игрушечки, игрушечки, игрушечки. Кому это интересно? Это вот макет моста. С водного. У меня был по-типу такого немецкий. Типа такого. Я мечтал построить полкилометра такой дороги. Но родители мне не покупали. Вот смотрите, самарину везет. А вот это макет уже приличного размера. Зацените. А вот я увидел микро-поезда. Смотрите, какие маленькие пусики. Один поезд, он, наверное, размером с мой палец. И вот тоже. Вот это тот вагон. Это вот как у меня указательный палец разгон. Тут плейграунд. Детишки могут повеселиться. А родители отдохнут. А мы идем дальше. Вот так мы с вами были вон там внизу. А теперь мы с вами здесь наверху. И это третий этаж. На втором этаже у них здесь есть кинотеатр. Прошли в очередную секцию этого игрушечного города поездов. Здесь тоже есть действующая железная дорога. Но она маленькая. И вот ровно вот такая у меня была немецкая железная дорога. Вот прямо из таких же рельсов, такого же размера вагоны. Только они были современные. А здесь, видите, старинные. Сейчас он приедет сюда. Вот он едет. Здесь целая витрина. Локомотивов, вагонов. Видите, сделано зеркало. И кажется, как будто оно уходит в бесконечность. Потому что там зеркало и там зеркало. Как будто витрины уходят в бесконечность. Вот такой вот раздел с игрушечками. И также журнальчики про поезда и про вагоны. Так, что у нас дальше? А дальше у нас маленькие макеты старинных поселений. Прикольно сделано. Прямо все так детально проработано. Даже свинюшки. Смотрите, хрюшки пасутся. Это сплав леса, да? Ну да, они вагоны ссыпают вниз на барже. Баржа подходит. Вагоны сверху ссыпают. В рот. Так, а дальше у нас что? А дальше у нас целый город. Посмотрите на это. Вау! О, страшно. Да. Целый настоящий город. И вот дом хозяина, видимо. Самого богатого чувака. Водонапорная башня. Так. Дальше у нас здесь лес. Как кайфово сделано. Все такие мелкие детали. Просто капец. Прямо как будто настоящий маленький лес. И дорога. Плохо, что стекло отсвечивает. Все сделано очень круто. Вон чуваки сидят. Базарят. Что, работы нету? О, здесь вообще... Это какой-то рыболовецкий город. Рядом с морем и с железной дорогой. С одной стороны железная дорога, а с другой стороны морское и речное хозяйство. Опять же, тоже какая-то деталировка. Люди сидят, ждут отправления. Кто-то уже погрузился. Сыграй-ка нам, дружище. Прикольно. И вот мы наконец-то добрались до конца третьей части. Но это еще не все. Следующая часть будет про музей сельхозтехники. Которые тоже находятся в Сакраменто. И он тоже был бесплатный. И мы его посетили. Так что оставайтесь с нами. Если хотите увидеть старинную и новейшую сельхозтехнику, которая здесь есть.